Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. Лично для меня основным событием этого года явилась публикация нашего нового атласа под названием «Реконструктивно-пластическая хирургия молочной железы». Эта книга создана коллективом авторов Института Герцена совместно с нашими иностранными друзьями и коллегами, а именно профессором Автономного Института Каталонии Джаумы Масси. Во главе с академиком РАН, профессором Каприным Андреем Дмитриевичем и доктором медицинских наук Зикири Хаджаевым Азизом Дельшодовичем, который является также руководителем отделения реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи Института Герцена. В этой книге мы постарались максимально просто изложить основные варианты реконструкции молочной железы как с использованием силиконовых эндопротезов, так и с использованием аутологичных лоскутов. Причем, понимая, что в нашей стране зачастую не так интенсивно и повсеместно используются лоскуты, в нашей книге мы постарались поместить не только стандартные лоскуты, но и наиболее экзотичные, в чем нам как раз помогли и наши иностранные друзья. Мы выпустили эту книгу только что, тем не менее за это небольшое количество времени мы получили огромнейшее количество откликов от наших друзей, коллег, врачей и пациентов. Я уверена, что выход этой книги стал действительно важным событием в нашем сообществе как реконструктивных, так и пластических хирургов. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.